Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый. Я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос, почему печь казачка имеет цилиндрическую форму? Некоторые говорят, почему печь казачка бочкообразная. Некоторые даже ее критикуют за это, некоторые говорят, что это неудачный дизайн для современных бань. Кто-то говорит, что ее очень тяжело устанавливать, кто-то говорит, что она не может, как говорится, конкурировать по нагреву помещения. Самое интересное, некоторые говорят, что эта печь перегреет помещение, другие говорят наоборот. Ну, пока не попробовали, понятное дело, вопросов много. И чтобы на них ответить, можно сказать так, что печь цилиндр используется многими производителями. Печь цилиндр используется и частными производителями, лицами, которые делают печки из бочек, из труб. И получается, что мы, как говорится, вот здесь не сделали никакого, как говорится, ноу-хау. Ноу-хау было это именно конструкция самой печи. Создание дожига газа в печи казачка и создание устройства парогенератора. Вот это было самое главное ноу-хау. А то, что печь цилиндр оптимальна по многим параметрам, это мне не нужно, как говорится, сильно много рассказывать. Все это знают, что цилиндр лучше и более устойчив к нагрузкам термическим и механическим. И, понятное дело, она намного дольше живет. Когда вы свариваете шесть стенок со всех сторон, то у вас получается, что неравномерный прогрев этой конструкции. У вас получаются, как говорится, места напряжения и места, где у вас эти напряжения пытаются, как говорится, сработать на погашение этого напряжения. И очень часто, как некоторые говорят в таких печках, что не выдержали швы, швы прогорели. Они, скорее, не прогорели, они просто-напросто сработались от постоянных удлинений. Плита удлиняется, укорачивается, все это нагрузками тянется на шов. И через некоторое время шов просто ломается. Это один из факторов, почему мы отказались от прямоугольной печи. Но еще, что немаловажно, что в форме цилиндра, это вот как если взять печь, русская печь, она имела сводчатую топку. И там очень все оптимально нагревалось, прогревались равномерно стенки, что нам особенно важно, потому что у нас парогенератор находится на стенках печки. И горение идет намного мягче, лучше идет сжигание топлива. А плюс тому, что мы еще установили колпак, ввели вторичный воздух и дожигаем его в колпаке, наша печь-казачка вообще оказалась оптимальной по всем режимам и параметрам, в том числе и по безопасности, и по экологичности. Поэтому именно мы на форме цилиндра построили, как говорится, свой главный принцип. Это создание такой оптимальной, удобной, экономичной, выгодной и технологичной печи. Будет ли другая печь-казачка? Не будет. Она вот в той топке, которая есть, она в этом деле запатентована, она имеет, как говорится, все необходимые функции, и она так и будет. Дизайн внешний, да, будет меняться. Мы там можем играть, но вы сами можете посмотреть. Дизайн первой печи, дизайн печи-казачка уже классика немножко другой. Дизайн печи-казачка-твердыня совершенно отличается. Но топка везде остается одна и та же. Поэтому цилиндру быть, мы, как говорится, на цилиндр возлагаем большие надежды, что эта печь нам даст рекордное, именно рекордное количество лет по использованию. На сегодняшний день мы уже думаем, что наша печь-твердыня, наша печь-казачка-про должны служить не менее 30 лет. Эта заявка смелая, но она оправдана и по расчетам все, как говорится, получается. Именно благодаря тому, что это цилиндр и выполненный из качественного материала. У меня пока все. Если вы хотите узнать больше о нас, о нашей печи-казачка, о наших разработках, о наших технологиях, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok